Уважаемые любители футбола, сезон постепенно подходит к своему окончанию. Теперь и ВПЛ известен чемпион. Об этом, о протестах болельщиков Монако, о распродаже в Барселоне в нашем обзоре событий недели. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Последствия полуфиналов Лиги Чемпионов Уважаемые любители футбола, эта Лига Чемпионов, пожалуй, лучшая за всю историю. Вы, конечно, можете поспорить, но она точно запомнится надолго. В полуфинале главный клубный турнир подарил нам два сумасшедших камбэка, о которых мы подробно рассказали в специальных видео. Барселона с позором проиграла 0-4 и летом планирует перестроить состав. Увольнение Вальверде практически решенный вопрос. Вместо него у руля должен встать либо Почетина, либо... Сюрприз! Рональд Куман. Также летом каталонцы планируют расстаться с десятью футболистами. По информации АЭС, в списке находятся Самюэль Умтити, Иван Ракитич и Филиппо Каутиньо. Последнему дали понять, на него больше не рассчитывают. Вместо них клуб хочет приобрести еще двух игроков Аякса после Фрэнки де Йонга. Речь о Матейсе де Ликте и Доне Ван де Беке. Аякс тоже уступил, в то время как все отправляли его в финал. Правда, если Барселону мутузили 90 с лишним минут, то амстердамцы упустили все за 45. Кстати, тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино ведет переговоры с Ювентусом. Но, как пишет Sky Italia, Аллегри намерен продолжить работу в Турине, но с рядом условий. В частности, с серьезной прибавкой к зарплате, контрактом до 2022 года и большим влиянием на трансферы, а также обязательной продажей Пауло Дебалы. Как вы думаете, стоит ли Юве принимать условия Аллегри или пора отправить его в отставку? Рекорд Еврокубков Арсенал, благодаря хэт-трику Абамиянга, обыграл Валенсию и вышел в финал Лиги Европы. У Унаи Эмери это четвертый выход в финал. Ранее подобное не удавалось ни одному специалисту. В параллельном матче Челси в серии пенальти переиграл Айнтрахт. Впервые в финалах Еврокубков в отдельном сезоне сыграют команды из одной страны. Из Англии. Как вы думаете, кто одержит победу? Наши надежные друзья из One X это настоящие профессионалы своего дела, которые предлагают широкую линию для каждого любителя футбола, а также множество выгодных бонусов по нашему промокоду. Все быстро и качественно. Вся информация под видео. Скандалы в ПСЖ В Париже продолжаются провалы клуба. Несмотря на чемпионство, ПСЖ оконфузился в Лиге чемпионов и финале Кубка Франции. А теперь сливает матчи всем подряд в Лиге 1. По информации Ла Парисьян, после поражения от Монпелье 2-3, Неймар и Дракслер вступили в перепалку в раздевалке. Дракслер раскритиковал Неа за эгоизм на поле. В ответ бразилец закричал. «Кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной? Ты ничего не делаешь, только отдаешь передачи назад!» Разнимать их пришлось Томасу Тухелю, но по слухам, Неймар сейчас принял окончательное решение покинуть команду. Также по окончании сезона уйдет Джан-Луиджи Буфон. Продолжит ли он игровую карьеру, неизвестно. А ПСЖ уже сделал Ман Юнайтед запрос о трансфере Давида Дехея. Монако близок к вылету В последние месяцы ситуация в Монако, казалось, начала выправляться. Но сейчас у команды Головина снова ничего не получается. После проигрыша Ниму Манегаски опустились на 17-е место в таблице. У находящегося в зоне вылета Кана столько же очков. Монако его опережает только по дополнительным показателям. После финального свистка группа болельщиков хотела прорваться на поле, чтобы поговорить с игроками, но те быстро ушли в раздевалку. Кокорина и Мамаева посадили Мы специально обходили стороной эту тему. Прения в суде и их быт в тюрьме имеют мало отношения к футболу. Но сейчас, когда в истории поставлена точка, мы подытожим вкратце. Павла Мамаева приговорили к полутора годам лишения свободы. Александра Кокорина к году и семи месяцам. Учитывая, что они оба последние полгода просидели в СИЗО, где сутки считаются за полутора тюремных, Мамаев выйдет на свободу в ноябре этого года, а Кокорин в декабре. Это была одна из самых напряженных чемпионских гонок за всю историю футбола. Невероятно обидно за Ливерпуль, который с таким количеством очков в других сезонах стал бы чемпионом с солидным отрывом. Но сейчас у Мерсисайдсов только второе место. Золото забрал Ман-Сити после победы над Брайтоном 4-1. Притом до 28-й минуты Сити горел 0-1. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.